Слово целительное и губительное. Дорогие друзья, мы как-то привыкли, что язык – это средство общения. Значит, сказал, получил ответ, обязательно адресуешься кому-то, и тебя выслушивают, и как-то реагируют на твои слова. Даже если это тронная речь или публичный монолог, всё равно есть адресат, аудитория, которая слушает, воспринимает и понимает. И отвечает порой. Но в языке, в каждом языке, и русский – не исключение. Есть слова, не предназначенные для общения. Да, есть слова, которые не имеют адресата. Вот такого человеческого индивида, который бы слушал тебя, понимал, воспринимал, повиновался бы твоим словам. Но такого нет индивида в речах, не предназначенных для общения. А что это за речи? Неужели и впрямь они у нас есть? Есть. И их много. И это очень древние и очень важные для человечества слова. Эти слова несут в себе добро и зло. Эти слова человека воспитывают, но адресаты этих слов не вполне человеческие. Назовем слова, предназначенные для добра. Это молитва. Мы обращаемся с молитвой к Богу и Его святым. Мы не ждем никакого реального ответа. Мы даже не уверены порой, что нас слышат и откликнутся на наши просьбы. Но эти слова мы произносим. Молитва – богослужебный чин. И есть слова, несущие добро, но тоже без адресата. Это благопожелание. Словословие – благопожелание. Вот приходит гость в дом, поднимает чарку вина и говорит пусть будет много добра в этом доме, имениннику, счастье, здоровье. Он к кому обращается? Ни ответа, ни привета он в ответ не ожидает и даже не знает, будут ли реальные исполнения вот этих его пожеланий. А есть еще слова, но уж совсем без адресата. Это так называемые заклички, заклинания, когда в заговоре знахарском «У кошки боли, у собачки боли, а у Васеньки не боли». Да, это такое вот заклинание. Или когда пугают неплодоносное дерево. Вишню, сливу, яблоню подходят, стучат топором и говорят «Яблоня, роди, не то срублю». Вы знаете, сама пробовала. Получается. Это заклинание. Это заклинание на добро. Это угроза. Но кто адресат? Яблоня, слива, вишня. Что они понимают в этой жизни? Эти слова не предназначены для общения. Есть и слова, которые несут с собой зло. Я сейчас их перечислю. Вы все их знаете. И мы все их боимся. Ну, например, это проклятие, когда это единственная формула, словесная, когда то, что произносится, есть само дело. Страшная вещь. Это заклятие. Это когда человек за спиной у кого-то наговаривает зло. Кто адресат? Ведь сознание того, кому несется это зло, не воспринимает ничего подобного. это зло пожелания. Тоже страшная вещь. И тоже мы боимся таких вещей. Называется «чтоб твоя шапка опустела», например, вроде как шуточная, а страшно. И обращение это вроде к шапке, а не к человеку, а страшно. или клятва. Клятва. Что это такое? Это само проклятие. Если ты не исполнишь, будешь подвергнут наказанию, причем наказанию нечеловеческому. И вот эти слова, которые несут зло, страшные слова, мы их боимся, но они тоже не имеют человеческого адресата. Кому обращаемся? Очень интересная вещь, которую историки культуры давно заметили, историки религии, что вот все подобные славеса и добрые, и злые произносятся в присутствии воды и огня. А помните эту старую русскую поговорку, пройти сквозь огонь, воду и медные трубы? Кстати, была в рождественскую ночь такая традиция проходить огонь, воду и медные трубы. Это когда после службы христианской люди возвращались домой, а на пороге стояли кувшин с водой, со святой водой топор и угли в совке. И вот человек перешагивал через это, входя в родной дом и говорил, через воду прошел, не утонул, через огонь прошел, не сгорел, через топор прошел, не поранился. ранился. Да, это новое понимание того, что в древности осмысливалось как оберег огонь, вода и оружие, и как опасность. Почему? Потому что добрые слова и злые слова произносились в присутствии огня, воды и клятвы еще произносились над оружием. Кстати, именно оттуда возникала такая поговорка «голову даю на отсечение». Это клятва над оружием. И вот посмотрите, есть ли за этим какие-то смыслы? Есть ли за этим какая-то физика самого явления? Да, мы верим словам добрым и злым и боимся их. Да, мы молимся, не понимая процессов, вот, как нас слышат? Господь ли нас слышит? Или человеческое естество, когда мы хотим полечиться? Кстати, о лечении. Ну, конечно, сегодня знахарство терпит определенные гонения и правильно действуют люди, потому что много среди знахарей у нас и любителей, и злокозненных людей. но врачевание, медицина возникла из знахарства, возникла из этих древних народных целительных установок. И слово врач, например, оно происходит от глагола речи. Вр это когда-то верещать, ворчать, врать. И это глагол речи. Врач это говорящий, это лечащий словом. А слово лекарь, это слово происходит от корня лк. Это древний корень, обозначающий речь. Он тот же, что и в латинском лектум, лего, я говорю. и наши лекарь и лектор, родственники словесные. Так вот, есть ли за этим какая-то физика процессов? Что-то реальное? Или просто вот суеверия человеческие, так вот и перешедшие в нашу эпоху, доставшиеся нам в наследство, и мы вслед за своими бабками и детками, вот так вот и привыкли говорить. Ну вот удивительно, что древняя традиция и высокая наука последних лет пересеклись и оказались созвучны. Недавно вышла монография у нас в России, которая называется «Квантовое поведение воды». Квантовое поведение воды – это что? одушевлённая вода? Да. Сегодня это всё находится в процессе исследований, но уже существует теория структурированной воды. Когда понимаем мы все, что вода находится в особом состоянии, и она является передатчиком информации благодаря своей структуре, структуре своих атомов, когда малейший сигнал, малейшее изменение в этом мире производит на воду сильнейшее воздействие, когда толчок, сигнал, посылаемый речью или мыслью, оказывается во взаимодействии с колоссальными структурами водных форм. А у нас человек состоит из воды на 90%. Мозг – это вода. Кстати, мозг – корень, обозначающий жидкость. Отсюда промозглая погода, мозгляк, то есть жидкий человек, и Москва – река, река топкая. или кровь от корня крии струится, течь – это тоже жидкая субстанция. Или тканевая жидкость, которая находится в межклетках, в межклеточном пространстве – это тоже вода. Вода в человеке повсюду. Вода, кроме того, в реках, морях и в земле, и в воздухе везде. Вода является мощным источником и передатчиком информации. Сегодня это доказано. Сегодня существуют и у нас, и на Западе эти теории физические о структурированном состоянии воды. И посмотрите, как наложились древность и современность, как они зазвучали синхронно. Ведь посмотрите, что такое чару-дей и чару-вать? Это когда злые слова, волшебные, всякие там заклинания, заклятия произносятся над чарой. поэтому чару-дей это тот, кто заговаривает воду и на воду пускает вот эти плохие слова. А, скажем, знахарская традиция дают заговоренную воду, заговор над ней лечебный произнесли. Причем, хочу вам сказать, вот я недавно изучила два тома записей северно-русских заговоров. Два толстенных тома, которые собирали питерские студенты. Сейчас они опубликованы. Что такое заговор лечебный? Это народная молитва. Это сначала молитва Господу Пресвятой Богородице, а потом вот это заклинание о том, что у кошки боли, у собачки боли, у тебя, чтобы у Васенька не боли, и чтобы все косточки, все хворобушки сошли отовсюду, но с молитвой христианской. И вот такой заговор произносился над водой. А потом эту воду давали, чтобы отнесли к болящему при полном молчании, чтобы какие другие слова не пересеклись с той заговоренной водой. И через мост пройдешь молчи, и соседа встретишь молчи, и воду заговаривают, молчаливую, то есть еще говорили непочатую, та, которая ночь ночевала, та, которую священник осветил, та, которая взята из святого источника. Вот какая должна быть вода. Народная национальная традиция. Вроде бы. А теперь мы понимаем, почему это так. Нельзя нарушить это сказанное слово, чтобы оно передалось и косточкам, и глазкам, и ручкам, и всему составу человека болящего. Но посмотрите, христианская традиция, она же тоже, это высшая религия христианства, но там присутствует вода и огонь, который по исследованиям ученых усиливает действие, информационное действие воды, возжженный огонь. в котором, кстати, пары воды при сгорании тоже имеются и возносятся вверх. И вот посмотрите, мы имеем крещенскую воду, каждый год освящаем, она годами не портится, с ней ничего не случается. Мы несем крещенский огонь, и огонь великого четверга мы несем домой, чтобы зажечь лампады. И в церкви обязательно выжигаем свечи при молитве, обязательно горят лампады при молитве. Мы молимся вблизи огня и воды. Высшая религия а тоже почитает те же самые законы. Законы слов, не предназначенных для общения для нас с вами, для нашего уха, а предназначенные для чего-то высшего или низшего, чтобы сделать добро или сотворить зло. Интересно происхождение слов, вот таких высших носителей добра и зла. Молитва и проклятие. Давайте вглядимся в эти слова, чтобы понимать, что за этим стояло из кони. Молитва – это корень молить-молоть, то есть измельчать и отделять от себя что-то лучшее. Да, и изначально таково было человеческое жертвоприношение, сохранившееся, кстати, в христианстве, плоды трудов своих, человек приносил Богу. Отделял, отдавал. У нас, вспомните, яблочный спас, медовый спас, хлебный спас. Почему это спасы? Медовый, хлебный и яблочный? Да потому что несли люди самое ценное, что у них было. Богу, церкви. Но вот это отделение, это дарование Богу с благодарностью за все, что Он сделал для нас, сопровождалось словами и переросло затем только в молитвенные формулы. Причем вот моя любимая молитва, народная молитва, она называется молитва при Севе. когда выходил крестьянин сеять и произносил такую молитву, такие слова Господи, подай Боже на нищую долю, на сиротскую долю птицам небесным и на мое семейство. Представляете, урожай сразу делился жертву на нищую сиротскую долю. Это то же самое, что церковное пожертвование, ибо куда уходила эта доля молитвы, которые приносили люди птицам небесным, которые свое возьмут и без человека, и на свое семейство. Четвертая часть. Дай, Господи, такой урожай. И вот молитва есть отделение своих слов, слов, словословие, просьб у человека Богу. А что такое проклятие? Это тоже очень древнее слово и очень страшное слово. Оно было искони связано с просьбами к матери сырой земле. И корень в основе этого слова, как и в слове заклинания, и заклятия, и клятва, корень клин и клон. И связано это с поклоном, потому что в древности кланялись матери земле, касались ее и произносили нужные слова, предназначенные земле, а не человеку, тоже не связанные с общением. И вот что такое проклятие? Это когда человека приговаривают к смерти сквозь землю пройти, понимаете? А что у нас под землей? Только могилы. Или что такое клятва? Здесь тоже есть самопроклятие, когда человек говорит, что я если не исполню, я должен умереть. Почему Господь и говорит не клянись. и заповедано это в Евангелии, потому что это древняя форма молитвы к земле, но не к Богу. И вот эти слова, они тоже очень древние. Казалось бы, зачем? Надо избавиться от них. Они есть. Конечно, нельзя не проклинать, не клясться, но мы интуитивно боимся их, и они существуют, как регулятор человеческих отношений. Да, дети должны бояться проклятия родителей, и поэтому останавливаться в самых трудных случаях своей жизни, не совершая преступлений. Взрослые должны исполнять все, чем они клянутся, все, что они делают, чтобы не подпасть под собственную клятву. И все искушения приступить, сказанные слова и обещания, должны этим страхом ограничиваться. Это вот такие два древних регулятора поведения человека, который в безумстве своем, в безбожии, может вдруг решиться на страшное. молитва. молитва и благопожелания, и всевозможные заклички, ну, например, дождик, дождик, пущий, дам тебе гуще, или водичка, водичка, умой мое личко. Это, думаете, детские присказки? Да нет же. Это древние заклички, обращенные совсем не к людям. Вот так складываются слова, не предназначенные для общения. Страшные и благие, добрые, целительные и злые, губительные. Мы должны понимать, что слово – это оружие, что со словом надо обращаться осторожно. что все наши пожелания злые могут сбыться, ибо уши есть не только у людей, уши есть у всего живого. Так сотворил нас Господь. Слово целительное и губительное. Да, все мысли людей и все слова людей в Божьей воле. Именно Господь определяет слушать словеса добрые и исполнятся ли словеса злые. Потому что если есть слова, которые справедливы, то человек несет наказание. о несправедливых злых слов Господь не слышит, отвращает и наказывает тех, кто вообще занимается проклятиями. У нас в Евангелии это запрещено. Все зло запрещено. Все зло наказуемо. Я-то что хочу сказать и объяснить вам, что со словом надо обращаться очень осторожно, что надо остерегаться любого вырвавшегося в досаде, в попыхах, в гневе огненного злого, злобного слова. А добрым словом благословлять всех и даже своих собственных врагов. Ибо это слово сбывается на тех, кто его достоин. А порой умеряет злые сердца. Субтитры 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 Субтитры